Прошло шесть лет. Дом кина. Богатая обстановка. Коломон, все беруте, пожалуйста, столик в гостиной. А лучшее пивино. И еще более легкое виски, Соломон. Ты же обещал, Эдмунд. Обещал. Держусь уже целые сутки. Один глоток. Клянусь. Переоденься, Эдмунд. Надень галстук. Ну что, важные гости? Гостья. И от нее, во многом, зависит благополучие театра. По-моему, ты ее знаешь. Графиня Кефин. Жена датского посла. Как же тебе не идет эта светская лицемерия. По-моему, ты ее знаешь. Да, черт возьми, я ее знаю. А ты прекрасно знаешь, что меньше всего на свете мне хотелось бы ее видеть. Она по-прежнему заставляет тебя страдать. Да не говори глупость. Если это глупость, типа, почему же ты кричишь? Может, кому и не хочется с ней встречаться, так это мне. Но приходится. Она предлагает выгодные гастроли в даме. Гарантийная оплата плюс 50% от сборов. Что? Неплохо? Ради такой выручки приходится наступать на собственное самолюбие и щебетать с твоими бывшими любовницами. Она никогда не была моей любовницей. Тем хуже. Постель ставит точку в твоих романах. Без нее, возможно, продолжение. Может, мне вообще лучше уйти? Поэтому пройдусь по Лондону. На Ливерпуль-стрит. Чтоб там напиться до бесчувствия. Нет, Эдбул. Ты останешься, наденешь костюм, и будешь вести себя приночь. Один бокал. Одноднажды был улыбка. И подпись в выгодном контракте. Джульетта. Ты ли? Я Ромео. Ну, если ты задумал Бруноя, просто качь свои скамеры. Ну, пожалуйста, Эдбул, постарайся. При желании ты умеешь быть голодным. Да, дорогая. Особенно при твоем желании. Графиня Кефи. Добрый день, Графиня. Как я рада. Прошу прощения за моего мужа. Он бы должен был вас встречать у подъезда. Пустяки, миссис Кин. Почему такие церемонии? Я благодарна, что вы позволили мне побывать в вашем городе. Нам, вашим поклонникам, всегда интересно, как живут знаменитые актеры. Прекрасно. Все так со вкусом обставлено. Замечательный дом. Благодарю вас, Графиня. Дом действительно неплохой. Правда, с некоторыми архитектурными излишествами. Да? Не замечал. Я имею в виду сумму, в которую он нам обошелся. Как шутит Эдбул, лестница на второй этаж выложена векселями и скоро может ругнуть. Ничего. Я думаю, такие актеры, как вы и миссер Кин укрепят ее своими новыми успехами. Кстати, посольство получило письмо из Копенгагена. Ваш контракт подписан. Благодарю вас, Графиня. Благодарю вас, Графиня. Что вы, что вы, миссис Кин. Наш долг знакомить дочан с культурными ценностями Англии. Какая изумительная вещица. Это сделано в Лондоне? Не знаю. Подарок одного театрала. Вижу, что ваш веер не хуже, Графиня. Пожалуй, но у вас более современный фасон. Графиня Кефель, как я рада! А чёрт, проклятая пузо, так и норовит всюду проскочить впереди своего хозяина. С удовольствием бы от него избавился. Ну, куда тогда прикажете складывать пищу? Спокойно, не мешать. Я должен припасть к очаровательной ручке Графиньевой. Ай, а, глядь, оно впереди. Горе мне! Я, побеждавший в боях десятки врагов, не могу победить собственный живот. Так умрём же вместе, как достойные соперники! Ты находишь это остроумным, Эдмунд? А, разве нет? А вы как считаете, графиня? Мила. О, гости нравится! Ты понимаешь, это сюрприз! Когда-то я был приглашён в дом графини, и мне посоветовали надеть костюм Фальстата. Ну, к сожалению, тогда не получилось, не было настроения. зато после шести лет оно появилось. Это невыносимо. Если желаешь поясничать, то, пожалуйста, без меня. Извините, графиня, я не знала, что приглашаю вас в трактир. Продолжайте, мистер Кин. Очень любопытно. Нет, извините, графиня, кураж пропал. Что ж, тогда налейте мне вина, раз уж мы в трактире. Выпьем, сэр, Фальстат. Тем более, что есть достойный повар. Я сейчас выступаю в роли импрессарио и принесла вам выгодный контракт. Извините, почерк мелковат, а я не при очках. Когда-то вы умели читать даже чистые виски. Так вот, в контракте говорится о трехмесячных гастролях в Дании. Сто тысяч гарантированного дохода. О, щедро! Там ничего не написано. Ну, извините, вы сами напомните. Для чистого листа моим слабеющим глазам еще хватает зоркости. К сожалению, этот контракт мне не подходит. К чему? Ну, во-первых, я не люблю выступать в странах, где не понимают по-английски, а во-вторых, здесь просматривается подпись короля, а я боюсь шуток, которые вы с ним сочиняете. Милый Ким, неужели вы до сих пор меня не вытяните? Вас это огорчает? Мне это льстит, но надо быть благоразумнее. Прошло столько лет, за это время принц стал королем Англии, а вы примерным семьями полномочным представителем Дани. Трудно, что вы интересуетесь моей судьбой. К сожалению, мой супруг часто болеет и приходится брать на себя часть его обязанностей. Итак, вы пришли в мой дом в интересах Дани. Можно сказать и так. И в интересах Дани, чтобы я три месяца играл в полупустых залах Копенгамена. Вы недооцениваете себя, мистер Кин. Хорошо. Буду с вами до конца откровенна. В интересах моей страны, чтобы вы на три месяца покинули Лондон. И не столько вы, сколько ваша очаровательная супруга. А при чем здесь танк? Мистер Кин, у вас действительно неважно со зрением, следует заказать хорошие очки, а заодно и проверить слух. Не может быть, чтобы вы не слышали о том, что король проявляет повышенный интерес к миссис Аннике. Ерунда. Ему всегда нравились мои женщины. Безусловно. Однако шалости принца и увлечения короля нет. Но и тоже фаворитка его величества становится важной фигурой и ваша прекрасная супруга это понимает. Поэтому она зачастила посольство Швеции. Усиление влияния Швеции противоречит интересам Дании. Поэтому Дании выгодно оплатить ваши полупустые залы. Все просто. Боже, какой театр. Политика всегда театр, мистер Кин. Мне в нем готова роль рогоносца. Поэтому я и предлагаю сменить опор. Чушь. Я не верю ни одному вашему слову. Вы хотите убедить меня, что политика убила вас женщин? Так не бывает. Вас выдают глаза и румянест на щеках. Вот я беру вашу руку и вы замираете словно беззащитный зверек. Я пожимал руку десяткам послов. Ни одного из них мое прикосновение не вызывало такой реакции. Зачем вы пришли? Зачем ломаете эту комедию? Это он вас послал. Его величество Георг? Бедный Кин, какой же вы наивный. Вы все еще меня ревнуете? А как же Анна? Или ее тоже? Всех. Я ревную к нему всех, люблю. А он ревнует меня. Такова ниточка судьбы, которая связала меня с этим человеком. Но больше всего я ревную и гну себя самого. Свою идиотскую доверчивость. Обрадовался! Его величество зачастило в дру лей. Пыхчу на сцене, изображая страсти мамы. Не понимая, не понимая, но почему? Почему публика хихикает? Чего же не смеяться? Когда все знают, чем занимается Дездемона его величества после спектакля? Вот что мне песня. путь для глумящегося века, уставившего палец на меня! Такую пьесу, погодиня, вас никогда не прощу. Благодарю вас, графиня, за лестное предложение, лестное я вынужден отказаться. Климат Дании вреден для меня. мистер 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 Но я вспомнила, что у меня возникли неотложные дела. Благодарю за гостеприимство. Надеюсь, скоро увидимся. Что все это значит? Ничего особенного. Запоздала, поцелующаяся в средней давности. Меня это абсолютно не волнует. Я спрашиваю, почему она ушла? Ты болен, Эдмунд. Ты тяжело болен. Тебе надо лезть в больницу. Умоляю, Анна. Не устраивай семейных сцен. Я устала. Это я устала. Шесть лет с тобой. Шесть лет натречных работ. Откуда этот веер? Шесть лет капризов. Не забывай, я тоже актриса. И у меня есть нервы. Откуда этот веер? Ну вот. Нападение – лучшее средство защиты. Что ты хочешь от меня, Эдмунд? Я не знаю, откуда. Зато я знаю. Такими веерами один человек в Лондоне медит своих женщин, как таврон, габрилиц королевских конюшней. Вот тебе сцена ревности. Будем репетировать, Артелла. Послушай, Анна. Когда-то ты рассказывала мне, что впервые увидела меня сидящим лицом к стене. И ты сказала, что мечтала сесть напротив. Сядь. Сядь. Я приказываю. Я не буду читать тебе мораль. Сам не безгрешен, не смею требовать праведности от других. Я прощу и смену, но не унижив. Потому что можно вдруг потерять голову от любви, но нельзя хладнокровно извинять мужу ради его же блага. Тут не ревность. Тут будет оскорблено само существо человека. И Бог оставит его. И на его место придет дьявол. И вот тогда всмыгнет дьяволство. Я ненавижу тебя! Нет, 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 нет. Важное вещество. В третьем сете вы были просто великолепны. Какой удар, какая мощная подача. А мне показалось, что ваш муж нарочно проигрывает. Ну что вы! Я рассматривала со стороны и могу быть объективна. Он же питался как заяц с конца в конец площадки. Но что можно поделать, когда противник сильнее? Глупейшее положение. Проигрывать не люблю, а когда выиграю, кажется, что со мной сыграли в поддавки. Буду играть теперь только со стенкой. Клянусь вам, но клянусь вам, все было честно. В первом сете он еще сопротивлялся, но начиная со второго... Довольно, графиня. Вы же понимаете, что я пригласил вас для того, чтобы обсуждать ход игры. Скажите, вы были вчера в театре Друйлы? Разумеется. Ну, разумеется, вы стали театралкой. Нет, но... последнюю неделю. Ну, и вчера добавили Гамлета. Моя любимая пьеса. И что же... Что же произошло на вашей любимой пьесе? До меня уже дошли кое-какие слухи. Ну, что я могу сказать, Ваше Величество? Дерзкая выгодка. Очередная наглая выходка, которыми мистер Китт подчует своих вульгарных поклонников весь этот месяц. Впрочем, в начале все было довольно прилично. Спектакль начался, появился призрак, поговорил с Гамлетом, потом приехал в бродячий театр... Умоляю, не нужно пересказывать весь сюжет. Ну, это важно, Ваше Величество, важно, чтобы лучше можно было понять, как он нагнетал обстановку. А потом... А потом... Эти актеры разыграли такой свой скетч, в котором один другому что-то лил в ухо. После этого король... Ну, это которая в пьесе... Король. Он в гневе выбегает. И тут мистер Кин выходит вперед и, посмотрев на вашу пустую ложу произносит. Раз королю не нравятся спектакли, то, значит, он не любит их. Не так. И что? Хохот аплодисменты. Почему? Ну, я не знаю, Ваше Величество. Вероятно, там наложен какой-то смысл, доступный только в очень маловоспитанной публике. А дальше-то все пошло в таком же духе. Крикнул Афелии монастырь аплодисменты, убил полония и сказал Яметилу Высшего овация. А потом, когда он заколол короля и закричал Вот, блудодей, пей свой напиток, началось что-то небообразимое. Блудодей? Какое странное словцо. По-моему, его нет у Шекспира. По-моему, тоже нет. Но, 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 если даже оно и есть, оно не может быть направлено в адрес. Что за чушь? Какой адрес? Шекспир не служил в почтовом ведомстве. Великий поэт рождал великие мысли, и только невяжество способно перетолковывать их, принижая до собственного понимания. Надеюсь, вы не аплодировали? Что вы, Ваше Величество, я была возмущена. Я кричала позор, позор, позор. Ну, этого тоже не следовало делать. Подобной ситуации такой выкрик мог иметь двойной смысл. Впрочем, я благодарю вас, графиня, за сочувствие, подробный рассказ. И вот, примите знак благодарности. Ваше Величество, вы как будто угадали моё давнее желание. Могу я это воспринимать как символ особого расположения? Нет, никаких символов, а просто презент. А сейчас я вас не задерживаю. Мне необходимо принять ванну. А мы уверены, что я не могу быть вам ванной? Может быть, но сейчас мне необходимо побыть одному. Понимаю. Я понимаю. Ухожу. Ухожу, ухожу, ухожу. Вот, Эдмунд, я дал вам возможность выслушать то, что я вынужден выслушивать ежедневно. Согласитесь, это малоприятно. Я не могу отвечать за чьё-то воспалённое воображение. Ну, разумеется. И всё-таки откуда это словцо? Блудодей. По-моему, его нету, Шеспира. В любом случае, его нужно вычеркнуть. Слушаюсь, Ваше Величество. И в Ричарде монологи Глостера со слов «Кто к женщине сумел так подольститься, кто женщину сумел так обольстить». и в вздорских проказницах третьего дня сцена свидания в парке, говорят, вызвала нездоровый ажиотаж. Не помню. Не лукавским всё вы помните. Я не допускаю мысли, что вы сознательно проявляете бестактность. Но хоть скоро слухи создали такое настроение в обществе, его необходимо учитывать. Тем более, что завтра я намерен посетить Друри Лейн. Завтра я бы рекомендовал этого не делать. Почему? Завтра отелло. Ну и что? Даже если я вымарываю все свои реплики, то не поручусь, что сам сюжет будет правильно истолкован в тюрьме. Слушай, ты теперь вообще в театр не ходить? Что у вас послезавтра? Двенадцатая ночь. Ну в этой то вещице никаких двусмысленностей. Впрочем, разве что название Двенадцатая ночь звучит легкомысленно. Ваше Величество, не стоит менять название. Проще сменить исполнителя. Ну, ну, хер без глупостей. Если одному из нас нельзя находиться в театре, приходится выбирать меньшую потерю для общества. Поэтому я покидаю Друйлэй. Кин! Решение окончательное. Вы благородный человек, Эрн. Признаться, я и сам хотел предложить вам это, но вы, как всегда, первым угадали мое желание. Сделаем паузу. Не вас в театре, не меня. А пусть клеветники теперь кусают локти за то, что погубили искусство. поедетесь с вами на гастроли. Нет, я подал на развод. Да вы с ума сошли. Это же суд, свидетели, газетчики. Какая грязь. Я вам запрещаю, Эдмунд. Ваше величество, вы можете запретить не выступать на сцене, но играть идиотскую роль заставить не можете. Нет, могу. Не забывайте перед, перед тем стоите. Я обращаюсь к вам прежде всего как гражданину. Вы патриот или нет? Недопустимо осквернять корону Британии. Хе, пошлые высокопарности. Простите, Эдмунд, я прежде всего обращаюсь к вам как друг. Ведь мы с вами знаем, что мужская дружба превыше семейный пус. Позади бурная молодость. Неужели наш зрелый возраст мы испортим буржуазной благопристойностью? Я надеюсь на вас, Эдмунд, вы меня не подведете? Королевское соглашение. Георг четвертый, Кинь четвертый, исторический день. когда еще был я зеленый мал, лей ливень всю ночь напролет, любую проделку я шуткой считал, а дождь себе льет и льет. Держитесь за меня, сэр, дождь, кажется, собирается. Пусть годы меня уложили в постель, лей, ливень, всю ночь напролет, и старого дурня не выбьете, хмель, а дождь себе льет и льет. Видите, видите, какую декорацию он построил? Пусть король попробует сломать, пусть мир существует, бог весь как давно, чтоб дождь его мог поливать, не все ли равно представление дано, и завтра начнется опять. Жахуй все, видите, все разошлись, не все, еще не все, значит, лишь надо работать. Злись, ветер, дуй, пока не лопнут щеки, потоки, ураганы, затопите все колокольни, флюгеры залейте, разящий гром, расплющий шар земной. Шут, с ума схожу я. Пойдем, дружок, пойдем. Здесь холодно тебе, и я взял. поймем. Улькус колонус, язвенный ковид, какое унижение, английский король, потомок славных рыцарей, наводивших смерть в сражениях и турнирах, должен намирать корчис в ночном горшке. Что за напасть? У нас в роду такого не было, все какие-то благородные болезни, подагры, гепуфили, брат скончался от помутнения рассудка, ну, конечно, шизофрения тоже не подарок, но улькус колонус. Здравствуйте, Эдмунд. Счастлив увидеть вас, Ваше Величество. Простите за этот наряд. Костюм брата Лоренции из Ромео и Джульетты. Ничего под рукой больше не оказалось. Прекрасный костюм и великолепная пьеса. Я помню вас в образе Ромео, склонившегося над бездыханной возлюбленной. И красота ее унылась в клеп, и сияющий чертог преобразила, как его сказано, сияющий чертог. Собственно, ради этого я и попросил вас навестить меня. Вы, вероятно, слыхали, что дела мои скверны? Выглядите вы молодцом. Да нет, это ради вас. Я усилий воли прибавил Друмянца, скверно, мой друг. И приходится думать о вечном. И я бы хотел, чтобы вы помогли мне срежустрировать мой последний выход. Тот из великих, кажется, Собольтер сказал. Счастлив тот, кого смерть остается любимым занять. Я долго думал над этими словами, и я спросил себя, что ты больше всего любил, Георг? Приемы в дворце? Нет. Парады? Нет. Речь в парламенте? Чушь. Я любил театр. Движение замерз, отмыска свечей в глазах актрис, изящество репок, эхом отдающихся в зал. Вы когда-то сказали, что хотели бы умереть в театре. Я тоже этого хочу, Эдмунд. Не бойтесь, я не буду составлять вам конкуренцию, я не полезу на сцену. Я готов умереть в ложе. Такого еще не было. Сердце короля, остановившееся от восторга. И когда мне станет совсем дурно, я поеду в Рури Лей. А вы в этот вечер играете Ричард. Когда это случится, и моя голова упадет на грудь, вы встаньте на ногу колен и произнесите монолог. Или нет? Лучше из Юлия Цезаря. Прекрасна жизнь. Все стихи и так в нем соединились, что сама природа могла бы сказать, он человек был. и что? Честно? Ну, разумеется, честно. Ведь мы друзья, и потом это только наметки, размышления, слух. Ну, если честно, то не очень. Почему? видит ли, Ваше Величество, мне кажется, вы не совсем верно трактуете слова Вольтера. Мне кажется, в вашем любимом занятии никогда не было сиденья в ложе. Больше всего, насколько я помню, вы любили те моменты, когда мы с вами, переодевшись в простое платье, загадывали в какой-нибудь припортовый кабак и кролесили до утра грехи молодости. Не самая кучая пограда. Бросьте, кинт. Вы что, хотите, чтобы я запомнился гулякой? И так, болтавшую в Париже, появилась фривольная песка «Гений и беспутство». Так она, кажется, называется. Там уже выведены вы и я, причем я в каком-то недостойном образе повесы и вашего подпевала. Все сплетни, которые нам сопутствовали, эти драмоделы плели в сюжет. Ваше Личество, сплетни, предисловия, легенды, как повернулось. Вот сегодня весь Лондон болтает, что вы вовсе не больны. Что у вас просто несварение желудка от обильной пищи. И что вы, простите, ваше Личество, но так говорят, вылезаете по ночам из окна. И мы с вами катаемся в лодке по трензис с песнями. Что-то чушь. Я болен. Но народ отказывается в это верить. Люди считают вас одним из самых жизнелюбилых королей в нашей истории. Георг Веселый, вот как вас называют. А вы считаете это почетный титул? Конечно, ваше Личество. Ну, вспомните, кто нами правил. Ну, взгляните на эти портреты. Ну, скучные лица, постный физиономик, ну, тоска. Простой человек работает как лошадь, потом смотрит на портрет нылого монарха, ему хочется удавиться. Все эволюции поисходят от тоски. И вот в кои-то века появляется веселый король, шутник и балагур, с заразительной улыбкой. И болеет, как все, колитом. И лечится, как все, хересом. Народное средство. Два глотка и все с ними, как рукой. До еды или после? До дна. Слава Британии, имеющей у такого правителя! А что говорит народ? Как я выбираюсь от дворца? Народ говорит, что вы вылезаете из окна спальни по вереночной лестнице. Кид, вы меня убиваете! Я приглашаю вас в вечность. Ну что ж, это интересно, это можно обсудить. Прошу! ко мне никого не пускать. Я исповедуюсь! КОНЕЦ король Англии, Георг и с тех пор неразлучный. КОНЕЦ 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 Спасибо. Дорогие зрители, я хотел бы представить участников сегодняшнего спектакля. Сначала я хотел вас поблагодарить за то, что вы пришли, невзирая на все неудобства и так далее. В сегодняшнем спектакле участвовали музыкант Вера Шеинский, Марк Станковский, Алона Сайчен, Эдуард Микеновский, Сергей Рафетт, Милеша Пуриць, Лена Мандесова, Владимир Иванович, Ивстор нашего спектакля Валерий Канович! АПЛОДИСМЕНТЫ Ивстор нашего спектакля Валерий Канович! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ